праздник пурим это удивительное время это удивительный праздник в которой можно совершить ту духовную работу которую нельзя совершить ни в один другой день и это праздник в которой происходят реальные чудеса этот праздник он показывает как из самого края из самого плохого что только может быть жизни человека это момент близости к смерти когда его хотят убить можно подняться на самые вершины счастья успеха благополучия это как раз праздник который показывает нам что мы не знаем что будет завтра как говорил царь соломон мудрейший из людей не знает человек что будет с ним и если кто-то говорит что знает то что у него за спиной он не знает он не знает что у него за спиной чек не знает что с ним будет через пять минут и в пурим мы набираемся силы и знания для того чтобы изменить весь будущий год изменить его кардинально в лучшую сторону в пулемет 4 заповеди которые нужно выполнить для того чтобы получить вот эту уникальную удивительную силу которая открывается только в пурим изменить кардинально к лучшему свою жизненную ситуацию я расскажу сейчас о этих четырех заповедях я расскажу о том в какой момент пурима есть невероятное вот это окно к изменению реальности и расскажу историю которая произошла на моих глазах которая произошла именно в пурим именно в этот момент и которая полностью вам проиллюстрирует как это было как происходит пурим чудеса будем есть четыре заповеди первая заповедь называется матанод ли вью ним подарки для бедных 2 заповедь называется мишло ахманод послать еду послать какую-то еду ближнему до друзьям подарки друзьям подарки бедным третья заповедь это послушать медилат эстер вечером и утром прочитать ее изучить понять услышать синагоги услышать эту историю полностью от начала до конца вечером ты в одном состоянии и утром ты в другом состоянии знаете как есть утро вечер два полушария и четвертая заповедь это мишты пир пуримский пир именно произошло вот это глобальное трансформационное изменение в пуримскую трапезу и в пурим есть заповедь сесть покушать и выпить алкоголь до состояния а да 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 пока месть у тебя твоя привычная картина мира не уходит и ты не можешь различить между благословен мордыхай проклята man и ты не можешь даже не можешь понять где написано благословен мордыхаек где благословен а манг и проклят мордыха я проклята man когда у тебя все путается в голове это то до какого состояние нужно выпить некоторые правда говорят что просто для того чтобы перестать различать достаточно лечь спать не надо пить алкоголь но некоторые которые любят соблюдать заповеди очень сильно они прям напиваются до состояния, когда они перестают различать. Зачем? Какой в этом смысл? Значит, для того, чтобы в вашей жизни произошло чудо, для того, чтобы произошло кардинальное изменение, должны сойтись вот эти вот четыре параметра. Первый параметр — это помощь бедным. Почему помощь бедным? Как моя помощь бедным может помочь мне решить свои жизненные вопросы? Очень просто. Та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. Когда человек помогает другому, кто такой Эвьон, бедный? Это человек, который вообще полностью, у него ничего нет. И вдруг ему приходят деньги. Откуда приходят? С неба. Просто с неба. Бах, и пришли. Что он для этого сделал? Ничего. Он принес кому-то пользу? Нет. То есть это безвозмездная помощь, которая приходит реально с неба. И вот ты включаешь этот механизм, который существует, ты просто в него входишь. Вот в эту вот реку помощи с неба, которая приходит просто так. Если ты сам не помогаешь другому, почему кто-то должен помогать тебе? Первое — помощь бедным. Второе. Второе — это подарки ближним. Но это не подарки, это именно Мишло Ахманот. Нужно послать два вида еды, чтобы он сразу скушал своему другу. Для многих это проблема. У них нет друзей. Они думают, как это я вообще, кому послать? Второе важнейшее правило, о котором говорила еще народная мудрость. Давным-давно не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Потому что если ты 100 друзьям послал подарки, послал вот эту вот еду, то 100 друзей тебе ответят едой. Это очень видно в Пурим. Ты кому-то посылаешь подарок, он еду вот эту, он отдает тебе. Ты кому-то послал, он отдает тебе. Важно давать. Важно, чтобы у тебя в жизни была позиция, когда ты хочешь помогать людям, и ты им помогаешь. Тора нас учит, как приобрести друга. Кнелы ХХВ. Приобрети, именно делай для него. Вкладывай в него время, вкладывай в него силы, вкладывай в него внимание. И в Пурим, если ты вкладываешь в своих друзей, то, конечно, друзья тебе помогут. Не имей 100 рублей, имей 100 друзей. В Пурим как раз эти друзья и приобретаются, когда ты послаешь им вот эти вот два вида пищи. Следующая заповедь. Слушать Медилат Эстер вечером и утром. Медилат Эстер, в ней есть 10 глав. Всего лишь 10 глав коротких. И в этих 10 главах Талмуд говорит, что раскрыто нам, что было, какие были события. Что думали те люди, которые в этих событиях участвовали. И что в итоге получилось из их замысла. То есть нам дается три слоя. И мы видим в Медилат Эстер, мы полностью видим, как работает жизнь. Причем в Медилат Эстер ни разу не используется имя Всевышнего. Всевышний всегда за кадром, как и в жизни каждого из нас. Всевышний за кадром. Но Медилат Эстер раскрывает нам то, что происходит за кадром. Вот этот сценарий, работа режиссерских групп и так далее. Все видно. И когда ты изучаешь Медилат Эстер, слышишь, тебе приходит понимание, как работает этот мир. Очень важно слушать и вечером, и утром. Потому что вечером ты находишься в одном состоянии, утром в другом состоянии. Все в этом мире изменчиво. И ты меняешься, и мир меняется, люди вокруг меняются. И очень важно, если у тебя есть знание, как работает, значит ты в любой ситуации выберешь правильное решение. И последнее, это непонятнейшая заповедь, пир. И напиться до состояния, когда ты перестаешь различать между проклят Аман и Барух Мордыхай. Между проклят Аман и благословен Мордыхай. Почему важно не различать? Потому что та неприятность, в которой ты находишься, та проблема, в которой ты находишься, она имеет решение. И именно когда ты ее решишь, ты и почувствуешь, увидишь, узнаешь, что такое настоящий свет, добро, достижение. Когда человек, например, не дай бог, у него была какая-то проблема со здоровьем, и он выздоровел. И он выздоровел полностью. Можно ли сравнить это состояние с тем, когда человек просто был всегда здоров? Нельзя. Тот, кто выздоровел, он в сто раз более счастливый, в тысячу раз более счастливый и ценит свое здоровье, чем тот, который никогда не болел. Это очень легко проверить, если человек живет, получает письмо, что у него, например, смертельная болезнь, а потом получает письмо через 10 минут, что это была ошибка. Ничего в его состоянии не поменялось, но то, что он пережил в момент, когда он думал, что он умирает, а потом, когда он узнал, что это была ошибка, это колоссальное изменение в его отношении к жизни, к своей жизни. И все это мы видели в Медилатестер. Теперь история, которая была на моих глазах. В городе Киев, в Пурим, это было где-то около 10 лет назад, жил один, он был директор Хедера, Раф Гудфорб его звали, и у него после свадьбы более 10 лет не было детей. И он очень святой человек, он молился, он ходил к врачам, он делал все усилия, которые должны были произойти, но Всевышний не было детей. Он был очень лучший директор Хедера, который я видел. Он всю свою любовь и силу вкладывал в детей, но своих детей у него не было. И был там Раф Эли Хэшин, он был такой святой человек, раввин, который обучал деток в этом Хедере, и он был святой человек. Что такое святой человек? Это тот, который только хочет, чтобы выполнялась воля Всевышнего. И вот в Пурим, именно во время вот этой вот Пуримской праздничной трапезы, когда все уже дошли до состояния ада, адело, ада, когда уже выпили конкретно, и в этот момент, когда ты перестаешь жить в иллюзии, что ты контролируешь мир, человек живет в иллюзии, что он контролирует мир, то время, пока ты спишь. Вообще человек не контролирует мир. Он пытается держать что-то под своим контролем, чтобы быть спокойным, но реально человек ничего не контролирует. Даже то, что он стоит ровно, контролирует система, которая вшита в него, да, вестибулярный аппарат, который он по большому счету не контролирует. Вся его иммунитет, кровь, все, что с ним происходит, это находится за пределами его сознательного контроля. И даже если он отпустит весь свой контроль, ничего не изменится, все равно по жизни его ведет Всевышний. И вот, когда уже во время этой трапезы все отпустили свой контроль, все это поняли, когда человек выпивает, у него его, как говорится, тормоза и система ограничений, она слетает, и проявляется его настоящая внутренняя сущность, да, к сожалению, у многих это проявляется их животная сущность, у многих проявляется, наоборот, божественная, во время Пурима видно, как кто-то начинает плакать и говорить, Всевышний, как я тебя люблю, а кто-то начинает искать, кого бы зацепить или там загрызть, да, то есть это, говорят, что, если хочешь узнать человека, то он проявляется, проявляется именно, когда он пьяный, вошло вино, вышло тайна, вышло то, что у него внутри. И вот, значит, во время пик вот этой вот трапезы Пуримская, это происходит как раз уже к концу, к завершению этого дня Пурим, да, начинается он с вечера, вечером читают Медилат Эстер, утром читают еще раз Медилат Эстер, потом после этого дают Матанотли и Виним подарки бедным и посылают еду своим друзьям, и после этого садятся за эту трапезу. И вот, значит, трапеза продолжается где-то с часу дня до захода солнца, и вот именно до захода солнца и надо выполнять заповедь в пить до состояния далоида. И вот как раз близко к этому моменту заходят в... Мы сидели внизу, там в синагоге в Тиве на Подоле, сидел такой есть зал, сидело там много людей, радовались, выпивали, и тут заходит Раф Гудфорб и Раф Хэшин, они уже выполнили заповедь окончательно, и вот они подходят, я помню, как сейчас вот они стоят напротив меня, и Раф Хэшин говорит, Всевышний, Всевышний, я тебя прошу, дай ему детей, дай ему детей, я тебя очень прошу, я сильно-сильно тебя прошу, мы все тоже говорим, амэнь, да, чтобы да, так и было, значит, все. И тут Раф Хэшин говорит, Всевышний, я тебя прошу, я так сильно хочу, чтобы ты дал ему детей, прошу, ты обещал, что в Пуре все просьбы выполняются, если ты ему не дашь ребенка, забери меня тогда. Тишина, Раф Гутфорб начинает плакать, Раф Хэшин начинает плакать, все начинают плакать, от состояния такого, знаете, не воодушевления, а вот эмоция такая, да, когда ты переживаешь состояние другого человека, потом все начинают радоваться, просить Всевышнего, чтобы все было хорошо. Мы были соседями с Раф Гутфорбом, прям жили двери вот рядом, дверь в дверь. Прошло три месяца после этого ситуации, и забегает жена его, к моей жене, и радостная, счастливая, больше десяти лет, по-моему, даже 14 лет было, у них не было детей, и она забегает радостно, счастливая, и говорит, моя женя Ривка, у меня будет ребенок, я беременная, и через шесть месяцев после этого у них родилась дочка, и это чудо, которое я видел, наблюдал своими глазами. Я хочу пожелать каждому из нас, чтобы в Пурим, именно в этот момент, после выполнения всех заповедей, мы попросили у Всевышнего то, что нам действительно нужно, и чтобы мы увидели это чудо реализации своих самых важных мечтаний, целей, то, чего каждому не хватает, и чтобы мы знали, кого за это благодарить. Все от Всевышнего, чтобы мы понимали и знали, что все в этом мире от Всевышнего, даже каждый день нашей жизни, каждый вдох, каждое мгновение, все от Всевышнего, и что нас ограничивает или лишает чего-то в жизни, только наше неправильное решение, неправильное поведение, неправильные выборы, а откуда они происходят, от незнания. Поэтому самое главное, изучайте Тору, изучайте Тору вместе с нами, платформа Ваикра, и наш бот, уникальный бот, мы сделали жизнь по Торе, где это онлайн-школа, где каждому мы подберем уроки, которые именно ему помогут в его жизненной ситуации, присоединяйтесь к нашему боту «Школа жизни» по Торе, и вместе давайте изучать Тору. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok